Строгим маршем солдаты 111-й гвардейской артиллерийской бригады города Бреста сегодня прошлись перед ветеранами вооруженных сил. Торжественное шествие посвящено Дню ракетных войск и артиллерии. В Беларуси праздник отмечается 19 ноября. Эта дата выбрана не случайно, ведь именно в ноябре 1942 года начался новый этап в ходе Великой Отечественной войны – историческое контрнаступление Красной Армии под Сталинградом. Переломное и столь знаменательное для итога войны сражение было успешным именно благодаря артиллеристам. Сегодня все вооруженные силы, а также и наша воинская часть также отмечает данный праздник. Я хотел бы от себя лично поздравить всех офицеров, праздников, сажантов ракетных войск и артиллерий с ценальным праздником. Пожевать самое главное – здоровья, счастья, удачи, чтобы все залпы приходили только на мирное время и, соответственно, на полигонах. В годы Великой Отечественной артиллерию именовали богом войны. Многие выходцы из Беларуси возглавляли в то время артиллерию фронтов и армий, действовавших на стратегически важных направлениях. Более 1800 воинов-артиллеристов удостоены звания Героя Советского Союза. Многие награждены за боевые заслуги. Артиллерия и сейчас не теряет своей актуальности. Об этом празднике услышал впервые из истории, узнал, что она сыграла огромную роль в боях. Здесь встречаю этот праздник впервые. Для нас было организовано поздравление офицеров, должностных лиц города Преста и командира дивизиона, также командиров воинской части и должностных лиц города Бреста. Для нас был организован концерт 6-й гимназии для военнослужащих, проходящих воинскую службу, срочную воинскую службу. Воины-ракетчики, артиллеристы Вооруженных сил Республики Беларусь сохраняют память о героизме, верности и чести защитников Отечества и в наше время. Сегодняшний торжественный парад военнослужащих 111-й гвардейской артиллерийской бригады нашего города доказал это еще раз.